Добрый вечер! На острове Валаам. Любит советские фильмы и песни под гитару у костра. Гордится своими детьми. Мечтает о домике в карельской деревне. Сергей не обратит внимания на высокомерную спорщицу, которая носит легкомысленные наряды. Женится на православной образованной женщине с приятной внешностью и манерой общения, как у Василисы Володина. Здравствуйте! Рада вас видеть. Вы к нам пришли с какими-то бутылочками, я смотрю. Это карельский бальзам. Я хотел подарить Вам. Он добавляется просто в чай, в кофе. И очень полезен. Спасибо Вам огромное. Спасибо. И цветы. Какие необычные букеты. Чисто внешний, очень такой интересный человек. Да, внешний приятно. Да, такой у него мужественный вид. Немножко на скандинава похож. Вы же были удачливый человек. У Вас был бизнес. Как вот в одно мгновение все рухнуло? Или не в одно мгновение? Нет. Я просто волнуюсь, простите меня. Роднулечка. Ну, Господи Боже мой, ну кто не волнуется? Ну, жизнь такая. Я вообще очень редко покидаю остров. И стараюсь делать как можно меньше. И хотел бы что сказать, что... Вот давайте просто. Жил-был. Вот такой правильный парень Сережа. Закончил институт. И все у него в жизни складывалось. Женился. Во сколько? 26 лет я женился. Ну, не поздно, во всяком случае. Без любви особой? Да, не было любви. К сожалению. А что за нужда была такая? Жениться. Ну, случилось так, что я вернулся с армии, и мать скончалась. И мы остались, два мужика дома просто остались. С отцом? Да. И как бы нужна была женская рука дома. Вот. И... Хорошая девушка, наверное, да? Девушка замечательная. 17 лет ей всего было. Она селянка была, но очень хорошая девушка. Я его прекрасно понимаю. Я тоже потеряла маму. Мы очень близки с ней были. Ее очень не хватает. Нам не часто снится. Помогает в трудную ситуацию. Детки родились? Да, двое замечательных детей у меня. Дочка и сын. Угу. И сколько прожили? Вы знаете, если собрать, вот, собрать вместе те дни, когда мы были действительно вместе, как муж и жена, ну, я думаю, хватит, наверное, пальцев на руках и ногах. Я уезжал на крайний север работать. Тоже как бы думал, что я расстаюсь. Уезжали работать или сбегали? Сбегал. Конечно. Когда вот нет любви, нет какого-то интереса, конечно, человек сбежит. Вы когда расстались? Когда жизнь стала налаживаться? Когда появился бизнес, деньги какие-то? Или до этого? Мы расстались, знаете, когда? Когда вот моя эта пагубная страсть меня... Захлестнула. Победила. То есть появились деньги и казино? Не было. Не было. Ну, казино у меня появилось, знаете, когда? Когда я потерял уже и второго родителя своего, и близкие друзья, видимо, не знаю, или хотели как бы меня от горестных мыслей. И вот то, что я потерял отца, хотели как бы, ну, как бы мысли мои увести в другую саду. Он в медвежью услугу, да. Да. И завели меня в казино, чтобы я забылся. А могли бы налить рюмочку, чтобы забылся? И тоже мог втянуться. Я скажу вам, может быть, нехороший, может, не надо было это говорить. Я думаю, они таким образом просто убрали конкурента. Вообще, очень такая тяжелая судьба решиться на... покончить жизнь с собойописанным убийством. И вот каким-то чудом, на самом деле, Господь послал ему такой шанс. Какая любовница появилась в то время? Ой, Лариса, я вам скажу откровенно, вот как перед батюшкой. Я гуленно был страшный. Мне сейчас вспоминаю, когда... Кто бы сомневался, красавец, армянин, выросший на овощах и фруктов, чистый воздух, черная икра. Я бы даже вам и не поверила, если бы нет. Я просто, когда я вспоминаю, мне действительно очень страшно и страшно. И стыдно становится. Нет, не должно быть. Это ваша жизнь. Вы не убили, не украли. Это ваши университеты. Что теперь делать? Но чувство вины меня до сих пор не отпускает. А это нормального человека. Чувство вины не отпускает и меня, и всех людей, у которых есть душа. Вина будет преследовать все время. А мне показалось, наоборот, что он не гуляка, потому что он как подарил цветы, когда дарил цветы, как-то не умело он женщине это все делать. Ну, кавказские мужчины вообще цветы, они как бы не очень-то любят дарить, да? У них другие как бы пристрастия. Жена не терпела уже? Жены уже не было в это время? Нет, была. Она боролась за меня. Она врывалась в казино, пытаясь меня вытащить. Понимаете? Армянка? Да, тоже армянка, да. Все, не помогло. Хорошо. И вот когда случился этот край, и вы решили, либо на тот свет, либо в монастырь? Да, вот тогда и случилось это. Это вашим умом? То есть никто вас в это время за руку? Нет, абсолютно. Я остался один. То есть никак в кино проходили мимо храма, зашли, батюшка сказал, Серго, так дальше не может продолжаться? То есть это абсолютно ваша воля была? Жене сказали об этом, о своем решении? Абсолютно никому ничего не говорил. Нет, ничего не говорил. А деткам сколько было в то время? Дочери было 16-17 лет, а сын на год моложе. Ну, подростки, да, такой возраст. Да, у меня тоже была трудная ситуация, тоже была депрессия, из которой сложно было выйти. Очень похожие ситуации. Сергей, вам 57 лет. Да. Вы выцерквлены, соблюдаете пост, живете... К сожалению, не всегда удается, знаете, вот пытаюсь, конечно, но не всегда удается. Ясно. Живете на Валааме? На Валааме живу, да. Да. Я так понимаю, что если вы встретите женщину сегодня, она вам очень понравится, вы ее заберете с собой? Вопрос. Вопрос, знаете, что это не только от меня зависит. Вы знаете, что Валаам принадлежит монастырю. Да. И для того, чтобы я имел возможность привезти кого-то на остров, во-первых, я должен спросить у своего... Да, и жениться, обвенчаться и благословение получить. Конечно. Единственное, что я хотел сказать, что я не приемлю фанатизма в любом виде, в любой сфере. А мне это у вас нравится, что вы не кликуша, да? Приятно. Я очень люблю... У нас на острове не только монастырь, у нас есть и дом культуры есть, у нас там... У нас есть прекрасные... И школа есть, и войска части. Просто вы живете там по-человечески, по-летски. Выступаем мы даже, бывает у нас и концерты, бывает у нас бывает там и театры, театры бывают, спектакли бывают у нас замечательные. Вот здесь мы репетируем свои концерты, спектакли, вот, и в другие времена здесь приходят ребята, в теннис играют, играют на пианино. Вот мы сейчас как раз готовимся к пасхальному спектаклю, в котором и у меня есть маленькая, небольшая роль. Возапрошлым году построили вот такое прекрасное сооружение для летних фестивалей духовной музыки, которые ежегодно проводятся у нас. Сергей, а ваши-то дети где? Мои дети во Францию уехали. И то, что они там находятся, моя вина. А они с женой? Да. А бываете? Бываю. Да, довольно-таки часто. Я вот сейчас, можно сказать, вчера только прилетел. Скажите, а жена не вышла замуж больше? Нет. Вас не ждет? Не говорит, Сереж, ну все уже, ты прошел все круги. Я думаю, что ждет. У нас видео есть. Но у вас ничего? Нет, абсолютно ничего. И я никогда туда не уеду жить. Никогда. Я вот сейчас выхожу от дочери и иду на прогулку на английскую набережную на променад. Что еще не хватает для полного счастья? Конечно же, прекрасные, замечательные искупницы, которые бы сидел и сейчас связаны с Аркадем. И мы бы разделили бы это на радость. Надеюсь, что в следующий раз я сюда приеду уже не один. Ну, замечательно. Вы наш, и поэтому вы сейчас с нами. Какая нужна жена? Жена, какая нужна? Сложный вопрос опять. Я вот, я не исключаю для себя никакого варианта. И вот... Послушайте, в 57 лет уже нужно определиться. Нужно, да, определиться. Потому что я вам хочу сказать, вы очень похожи на моего мужа внешне. Вы абсолютно мой тип, психотип и физический. Вы мне нравитесь. То есть, если бы я была не замужем, я бы была помоложе, я бы, конечно, вам строила глазки здесь, сидела. И вы должны определиться. Мне нравится в вас мягкость. Вы обволакиваете. То есть, я понимаю, что я бы под вас подстраивалась. Я понимаю, что такой кавказский мужчина. Что с вами можно, а чего не можно. Ну, то есть, я соображаю. Вам нужна женщина, которая тоже бы, наверное, соображала, да, что на вас нельзя, ну, услышав вашу историю, на вас нельзя давить. Она должна понимать, что кровь не водится. Вы кавказский человек. И к вам нужно априори относиться, как к мужчине, уважительно. Ваши поездки во Францию будут продолжаться, потому что там ваши дети. Она не должна крутить носом. Она должна с уважением относиться к вашим внукам. Все это понимать, соображать. Да, вместе ездить. Это уже второй вопрос. Мне бы хотелось, чтобы в моем доме царило взаимопонимание и любовь. Взаимная хотелось бы. А я пока еще никак не выяснила и никак не могу понять, где же все-таки жить будете. Я так понимаю, что если там нужно договариваться, есть вероятность того, что могут они разрешить. Но вы готовы приехать на территорию жены, но и практически вы рискуете бросить все там. И сложится, не сложится, вопрос открытый. То есть к чему вы готовы-то? Я, в принципе, готов к любому варианту. Вопрос только в том, чтобы мы с тем человеком, который будет рядом, поняли друг друга. Конечно, в конце концов, храмы есть и в Москве, и в Ростове-на-Дону. То есть вы к мирской жизни как бы готовы. Я просто вообще совершенно не в теме, вот почему люди там в монастырь идут, там живут. Как-то я больше такого вот. Причем я еще меркантильный к тому же. Если он ничего не имеет, хочет, чтобы ему подчинялись. Ну как-то он же должен себя как мужчина проявить, наверное. Вот надо вот с этой стороны еще посмотреть, как он планирует себе дальше. Да. Дальнейшую жизнь. А на Валаам-то проще всего приехать. Приехать и что там возле монастыря, кругом ходить, там мужской монастырь, Женя. Я думаю, что я, если увижу, я пойму, что это мой человек или не мой человек. Хотите еще детей? Она должна быть детородного возраста или взрослой? Ну, 40-50, в принципе, не хочет ее. А если у нее уже есть детки, будете воспитывать? Мне бы хотелось, чтобы человек был самостоятельный. Чтобы дети уже были взрослыми. В экономическом, в финансовом плане. И дети, чтобы были взрослыми. Без заморочек, грубо говоря. Мне кажется, что вам просто нужна женщина еще не старая, чтобы не в платочке ходила еще сексом, уж извините, не знаю, нарушаю ли я. Или как-то... Нет, ничего не нарушаю. Иначе бы он не пришел на программу. Давай поженимся. Да, то есть желательно, чтобы все-таки дети были взрослые сами по себе. И готовы поехать к вам, значит, ее особо ничего не должно держать. Ну, все про тебя говорят. Сейчас только Василису надо послушать, что она еще скажет, какая для него женщина подходит. Вы родились в Новолунии. И это накладывает особенный отпечаток на ваши требования к супруге потенциальной. Ну, к идеальному образу ее, конечно. Это соединение Солнца с Луной в седьмом доме в знаке рака. Говорит, что вы от женщины ждете, ну, точнее, будете чувствовать себя комфортно, с той, которая будет в каком-то смысле слова в вашем зеркалу. Несмотря на то, что у вас очевидно разное прошлое. И я буду внутренне ожидать для вас женщину, близкую к вам по возрасту. Даже чем-то близкую к вам, ну, пусть не по внешности, потому что мужчину с женщиной невозможно спутать внешне, естественно. Но близкую по повадке, что ли, какой-то. По умению себя подавать. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Это вам. А это вам. Меня зовут Светлана. Очень приятно познакомиться. Спасибо. Светлана, 50 лет. В прошлом владелица сувенирного бизнеса. Сейчас вынуждена работать горничной в отеле. На досуге шьет кукол, занимается мыловарением и поет в церковном хоре. Гордится победой дочери в физико-математической олимпиаде. Мечтает стать дизайнером интерьера. Предупреждает, что в ее холодильнике нет места колбасе. За три года отношений гражданский муж лишь один раз вывез Светлану на море. Но деньги за путевку потребовал вернуть. Надеется, что Сергей – щедрый мужчина. Здравствуйте. Женщина в красном. Ну, подарочки для вас. С Олимпийского парка. Тут скромненькие сувенирчики. Спасибо огромное. Нам приятно. Женщина, она такая интересная, возможно, но уже некрасивее. Светлана, судя по тому, что вы, будучи бизнес-леди, успешной женщиной, прошли путь до горничной. У вас тоже были в жизни и взлеты, и падения. И вам понятен Сергей. Да, очень понятно. Мне только непонятно, как это могло произойти. Что случилось? Был у меня бизнес небольшой, магазинчик. В каком городе? Подарки. Екатеринбург. То есть, так получилось, что вот конкуренция, тоже рядом открылись такие же магазинчики. И известие о том, что у мамы рак, как бы вот, меня подкосило. Постепенно это все сошло на нет. Света, ты лучшая. Да. Ты вообще у нас самая лучшая. Да я же. Я знаю. Не получилось, все продали, снова вернуться к этому не появилась никакой возможности, и вы пошли работать в отель горничный. Но сначала у меня была длительная депрессия, то есть я вот какое-то время... А как вы лечились? Алкоголь? Нет, просто сидела, закрылась, вот как бы, пока дочь мне не сказала. А подруги? А дочь? Дочь закрылась от всех. Вот такое было состояние, вот потеряла маму, похоронила маму. Но это было не так давно, это было вот буквально три года назад. А как так получилось, что вы не просто работаете в отеле, но вы еще там и живете? Да. А почему? Ну, во-первых, дочь у меня живет в Екатеринбурге, я решила, пусть она поживет самостоятельно, а я вот просто как бы решила... Отдать ей квартиру? Не то, чтобы отдать, я в любое время могу вернуться, она мне всегда рада, мы каждый день общаемся с ней. Вот, ну... Она вышла замуж? Нет. А дочь работает? Да, конечно. А она вам не говорит, мам, ну в твои годы, жить в чужой казенной постели, может быть, я поработаю? Мама, а ты заслужила, чтобы все-таки жить в квартире? Давай я поживу в отеле в Сочи, а ты? Нет? Она только начала свой путь, как говорится, вот закончила университет. У вас с ней хорошие отношения? Да, хорошие отношения у нас, да, доверительные. То есть она в Сочи живет при отеле и там же работает? Понятно. Может быть, ей так удобно, что же так сразу на нее-то, в принципе, наезжают? Может быть, она все для дочери, все. А давайте посмотрим, как поживете. Я свободная. Всем привет! В береге Черного моря с набережной Олимпийского парка, где я на данный момент живую работаю. Ехала я отдохнуть на море, отдохнула и решила остаться здесь еще, продолжить свой так называемый релакс. Вдоволь насладиться южным теплым климатом, надышаться морским воздухом. Работа у меня физически нелегкая, но в чистоте. После работы с девчонками ходим в спа, расслабляемся в хамаме, финской или русской бане. Занимаемся акваэробикой. В выходные выезжаю на Красную поляну, в Сочи, в Альвер, хожу на каток, на спортивные мероприятия или просто гуляю по Олимпийскому парку или на море. Приезжайте сюда, здесь есть что посмотреть. Скажите, как вы долго еще хотите или планируете оставаться в Сочи? Ну, в Сочи единственное, что меня держит, это вот мне нравится климат, больше ничего не держит. Вы бы поехали с Сергеем? Возможно. То есть вы рассматриваете этот вариант? Может быть. Я просто сейчас вообще ничего не боюсь в этой жизни. Любое испытание, я считаю, я продаю достойно. Ну, я думаю, что с ним будет вряд ли испытание. Да. Здесь ты немножко уже отдохнешь душевно. Ну, это бонус за то, что за те вот страдания, которые были. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция или тайна и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Скелет в шкафу. О, боже, неужели еще есть какие-то скелеты у Светланы? Да, есть. И ужасный скелет. Что это за скелет? Ну, есть у меня... Кредитная карта. Кредит, который я вот уже скоро доплачу. Я его брала на расширение банка. Ой, банка. На расширение бизнеса, да. То есть вот ни на кого я вешать его не собираюсь. А сумма какая осталась? Ну, там осталось уже немного, 50 тысяч. Я думаю, что это объединение, не то объединение, которое им нужно. Нужно кто-то один, что должен быть без кредита, без всяких вот этих проблем. Ну, то есть тут должен быть, понимаешь, как это, как электроны. Да. Минус на минус, они отталкиваются. Притягиваются, притягиваются только положительные и отрицательные. Ну да, язык узнаешь. Осталось посмотреть на сюрприз и очаровать нашего жениха. Проходите. Я приглашу вас к сцене. Можно? Я приглашу вас к сцене. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Кто-то сказал кому-то главные слова. Ла, 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 вертится быстрее земля. Ла, 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 вертится быстрее земля. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, не забудьте цветочек и проходите в комнату. Татьяна, а вы подруга Сергея с какой стороны? Вы живете на Валааме? Истинно так, да. Я подруга Сергея. Сергей самый прекрасный в мире супермен. Потому что он прекрасно образован. Он отлично может ухаживать за женщинами. Вот я? Да. Немножко замужем, да, замужем, да. Немножко? А разве позволено жить на Валааме женщинам, которые немножко замужем? Ну, вы знаете, я там родилась, да, теперь уже не будет, не позволено никому жить, потому что монастырь пытается как бы избавиться от местных жителей. Но вот речь зашла о том, где жить было бы Сергию, я ему с радостью уступлю свою келью, ну, которую я имею вот на Валааме. Я прожила там всю жизнь. А, Секучка, просветите, я вообще не в теме. Вы спрашиваете, я сейчас. А Сергей, извините, Евгений, а вы не пара? Не, не, боже упаси. Вы тоже? Вы тоже из Валаама? У меня сфера деятельности, как сказать, туристов направляю именно на остров, и Татьяна нас с Сергием познакомила. Поняла. И моя судьба немножко на его похожа, только я помладше. Житье, это вот как, там, это келья? Да. Там есть удобство? У меня, да. То есть на улицу не надо, но есть на улице. А у вас на улице? Нет. Нет. Я просто даже не представляю, что это. И вот отель представляю, а келью, но только по фильмам, где там кровать стоит. Да, надо даже, ну, так сказать. Ну, кровать и стол, да, чтобы монахи только молились за нас с вами. И у вас так? Да. Возможно, я ему подойду, потому что я верующая, хожу в церковь, ну, без фанатизма. Вам понравилось, Светлана? Мне не понравилось, Светлана. А вам? А я что-то слышал, что она поет в церковном хоре, только не понял, в каком. Нет, я услышала, что вся ее жизнь, вот такая, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля, понимаете? Вот я их не могу пока никак с Сергеем, почему нужно для Сергея такую песню, зачем его нужно было вызывать на сцену, пока для меня это непонятно. Ну, как-то нужно соображать, да, время, место, человек, как-то представлять. И нужно очень быстро соображать, даже если ты приготовил такой сюрприз, ну, вот я о той самой гибкости говорила. Ну, нужно что-то было как-то немножечко поменяться. Но это ее жизнь, это вот такая вот Светлана. Вам понравилось, Светлана? Не подходящая совершенно. Почему? Она грустная, унылая, неустроенная, несостоявшаяся. А кто ж поедет туда? Вы же простите меня, может, я как бы обижу ваши там религиозные эти. Ну, я бы что это... Вам понравится. Ну, кровать, тумбочка, это... Либо должны быть убеждения, то есть люди привыкли... Вот вы привыкли так жить. Я так привыкла. Ну, я не знаю самого человека, но надо как-то тоже дать период адаптации-то. Ну, передохнили, жасмин и жасмины, красивый сад, а также монастырь и 12 скитов. Вот у меня, например... Тяжелый, сложный, скажем так, из обычной жизни, с привычной, с туалетами мягкими, там, ну, и вот так вот, одна тумбочка, это... Это что женщине тоже надо уговорить? У нее тоже келья, только с комфортом, понимаете? Ну, она там помыться, может, там у тебя есть. И у Сергея тоже можно помыться, и тоже есть удобство. Меня не пугает, что у него не обставлена комната. Главное, чтобы было взаимопонимание. Немножечко, не то, что не понравилось вообще, так напрягло то, что отношения с дочерью. У всех по-разному складывается, всякое бывает. Да, и то, что она сегодня, например, почему-то одна пришла. Ну, потому что из Сочи ехать дорого. Ей первый канал оплатил, а если что, она еще с собой еще кого-то будет, а из Екатеринбурга прилететь дочке. Это же тоже 23 года, девчонка совсем еще. Ну, не все имеют возможность. Я бы рассматривала. У тебя есть все. У тебя есть квартира, у тебя есть, как говорится, ну, за душой что-то есть, да? А когда ты все дочке отдала, у тебя ничего нет, и у него ничего нет. С чего-то начинать же надо будет. Да. Вот, а это будет проблематично. Вам нужна женщина другого типа. Вам нужна женщина очень мягкая, обволакивающая, мягкая, вот такая же, как вы сами. Она действительно психофизически должна быть немножко иная. Но это никак не умаляет достоинства Светланы. Знакомьтесь со второй невестой. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Сергей. Я Светлана. Приятно познакомиться. Мне тоже приятно. Это вам. Спасибо большое. Пойдемте. Спасибо. Светлана, 43 года. Главный бухгалтер имущественной компании. Много читает и путешествует по историческим местам. Гордится успехами в карьере. Мечтает купить квартиру. Супруг Светланы помог ей принять решение о разводе всего лишь одним выстрелом из ружья. Надеется, что с Сергеем она всегда будет в безопасности. Сначала я хочу задать вопрос Василисе. На языке символов что вот означает то, что Сергей дарит такие кактусы невестам? Это не кактусы, это цветы. Но я тоже их с самого начала программы рассматриваю. Я не знаю название этого цветка, поэтому я не могу никак интерпретировать. Но все равно они восхитительные. Такая мощь, энергия. А что это? Красный цвет, яркость. У нас в цветочном магазине не назвали этот цветок, просто сказали из семейства Кокосовых. Улыбка у него приятная очень. Добрые глаза, мне кажется он добрый. В кого стрелял Ваш муж из ружья и при каких обстоятельствах? Он ни в кого не стрелял, он просто ребенок плакал. Маленький ребенок? Да, маленький ребенок, младшая дочь моя. Таким образом он пытался успокоить ребенка. Но не в дочку? Нет. Боюсь спросить, а куда? В потолок? Да, просто. Идиот? Может пьяный был? Ну да, любитель. Как мужчина, вот Костя, смотри, вот тебе нравится первая или вторая? Как моя мама, она мне подходит. Но моя мама лучше. За Вами ухаживал один мужчина, очень настойчивая. И даже предлагал жениться. Да. Что Вас остановило? Почему? Чувства не было или что? Ну просто брак был очень тяжелый. И муж приходил, даже пытался выбить окна мне. То есть когда узнал... Вы не готовы были, да, на новые отношения? Да, я была не готова на новые отношения. Вот сегодня перед Вами, Сергей, 57 лет. 14-летняя разница в возрасте не смущает? Нет, не смущает. То, что живет на Валааме. Не смущает абсолютно. А вы поедете туда? Да, я поехала бы. С детьми? С младшей дочерью. Так для детей там... Так для младшей дочери там рай. Вы посмотрите, какой мир вокруг. Может быть, и спасет и себя, и младшую дочь. Я не знаю, я там не была. Я самостоятельно, легкая, на подъем. Могу. Да, поехать. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Наедине можно? Нужно. Забирайте цветочек и уединяйтесь. Она только появилась. Я про себя подумала, с ней уйдет Сергей. Я еще третью невесту не видела. Я, знаете, мне, в принципе, мне... Вы понравились. Единственная, может возникнуть проблема с дочерью. Мы там не озвучили, в принципе, о том, что у нас школа, скорее всего, закроется. На Валаве. Она как бы... Она малокомплектная, и она закрывается. Это вот вариант вот такой, ну, насчет ребенка. А я даже не знаю, какой выход вот мог бы быть. Я считаю, выход можно найти, было бы желание. Я бы очень хотела поехать на Валаам. Мне нравится жить, ну, в сельской местности. Я вообще не городская, я сельская девушка. Лариса, из меня, конечно, плохая сваха, но мы, когда были в комнате, слушали, что вы говорили, какая женщина нужна Сергею. Откровенно скажу, вот вы говорили про Свету. Она такая открытая, она вот, ну, светлый человек. Светлана, и сразу сюрприз, пожалуйста. Ну, вот глаза блестят у мужика, все равно. Хотя у него на гузе его больше блестели глаза. Ну, крутой, конечно, замес. Вот такая нежная, ну, страстную натуру выдают красное платье и красные туфельки. Еще и саксофон очень неожиданно. Но мне тут сорока на хвосте принесла, что Сергей фантастически поет. Поэтому давайте послушаем вас, а потом я просто прошу вас на сцену тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем-то, хорошо. Сергей, прошу вас, как вам будет удобнее? Псю, что угодно куплеты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ . АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ У меня что-то руки аж... Ну, перестанет. Массаж вот нежными руками. Всегда живем. Спасибо большое, девчонки. Проходи, вспомните. АПЛОДИСМЕНТОМ ЯЗЫКЕ СУМПОЙНАЯ МУЗЫКА впечатление я думала начать при своей нежности просто она учится наверное это ее хобби все лучше что этого да лучше она пусть играет чем допустим пила бы другой страны заодно потренируешь в общем нам очень она понравилась очень и она такая при хорошенькая на такая ладненькая и 43 года возраст и ее готовность поехать к вам но просто ну чудо не девушка чудо не женщина очень понравился мужчина такой открытый да да тебе главное быть с ним интересно я тоже согласна и вообще ничего не держит это я думаю еще испугается оказывает ничего на не боится не трудности сама и прошла главный бухгалтер послушать ее профессия ой как сгодится там на валаами а что звезды вас сложное сочетание обычно сложная сатурна и нептуна в этом гороскопе в данном случае соединилась в какую-то удивительную серьезность и одновременно нежность и мягкость это все-таки редко встречается вместе обычно люди довольно строгие серьезные они бывают жестковаты внешне вот в ней я бы сказала что в равной пропорции умеренно они смешаны хорошо она наверное чуть построже все таки чем вы ожидаете от женщин но это не хорошо для вас это как раз правильно и настрадал и у него искра пробежала на тебя так смотрел поэтому если вы друг другу понравитесь на вопросы можно решить вы очень друг другу подходите ты сияла и он когда из комнаты вышли на судьба ну хорошо у нас еще есть одна невеста знакомьтесь здравствуйте здравствуйте меня зовут жизнь это вам спасибо спасибо очень приятно общаемся вообще евгения 43 года фармацевт в аптечной сети массажист увлекается астрологии и кулинарии гордится тем что покорила москву мечтает никогда не связываться с кредитами от глубокой депрессии после развода евгения спаслась в объятиях престарелого женатого ловеласа но счастье так и не обвела надеется что встреча с сергеем изменит ее жизнь в лучшую сторону здравствуйте евгения можете шоколадки дарить я приготовила небольшие сюрпризы спасибо большое прям у нас сегодня все такие невесты трепетные так переживают спасибо дорогая не волнуйся все хорошо евгений вы так сильно любили мужа что впали в депрессию после развода с ним ну да в принципе как бы он первый был мужчина у меня я у него была первая женщина почему так мало прожили полгода всего ну так получилось интересная женщина мы сыграли свадьбу и вы забрали в армию вот и его как семейного человека отпускали на выходные дни домой вот и в принципе он был на год меня младший и он понял что он не нагулялся мне так сказал что жень ты как бы выходные меня в эти и следующие не жди и я как бы пойду надо догуливать то что не нагулял ну я знаю что вы пытались сохранить брак и в суде в загсе попросили чтобы дали вам еще три месяца для того чтобы он одумался он не одумался вы развелись и вас от переживаний спас престарелый возлюбленный сколько ему было лет у нас была разница как бы приличная возрасте 27 лет 27 лет разница да дедок какой затейливый неправда неправда в то время как бы мужчина в соку поэтому в принципе я не видела сверстников мне было ни с кем не интересно а то что он был женат вас не смущало то есть я узнал об этом и он тоже меня влюбился как он мне сказал что он пока не может себе позволить развестись пока он не защитит дост докторскую диссертацию доступ к телу может себе позволить другой женщины вот защищал бы свою диссертацию находясь в законном браке защитишь будешь крутить романы когда она совсем совсем молоденькая либо ей просто папа нужен был они мужчины с которыми нужны будут общие интересы должны быть а здесь вот именно ей хотелось какой-то забота послушайте меня не имеется узнать что такое победитовое сверло это ваш был кодовый кодовое такое кодовая фраза когда вы звонили ему на домашний телефон и если трубку брала жена победитовое сверло я не так не знаю что это такое вообще нет но это сверло с особо твердым наконечником как как это выглядело я поздравила его на день рождения взяла трубку супруга я извинилась он сказал нет 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 что-то передать вы говорите 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 я сказала вы передайте чтобы он взял с собой победитого сверло у нас сказал я ему сейчас сверло то обломаю да жена догадалась нет ну видимо как я уже сейчас это осознаю что по ее реакции звонков наверно было не только от меня как бы было немало и все наверно со сверлами я обычно всегда в первую очередь спрашиваю он женат мужчина или нет не завожу отношения стараюсь сколько вы лет с ним прожили где-то около семи мы с ним как бы так встречались самый сок ушел а потом встретили когда поняли что все это и в никуда встретили старого друга возлюбленного да потому что решили родить я заново его встретила и как бы мы мы вышли замуж до загса дошли до за уже живот на нос лет да 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 я предложила помочь вопрос помочь этот вопрос решить вот мы пошли как бы сходили в загс расписались и когда мы вышли из загса он сказал меня очень сильная тема волнует 1 я давно тебе хотел задать вопрос как бы мне озвучил когда пойдешь на работу да он сказал когда ты родишь ребенка горит не очень сильно волнует тема когда ты выйдешь работать зарабатывать деньги я сказала что как только с родильного зала я выйду в принципе я не буду сидеть на шее я сразу же пойду к станку рабочий ну у тебя тоже судьба не сахар извините как когда-то сирота тоже муж алкаш который не поддерживал тебе никогда это тоже судьба не сахар вам сергей нравится мне очень мне нравится да а вот мне нравится но я хочу сказать только вот одну ситуацию такой момент это же не обязательно что сейчас это решается вопрос кто куда едет я думаю если люди нашли друг друга как-то это можно не обязательно ехать туда можно вообще на другой территории если у нас все сложится если взаимно что-то там получится то меня не пугает и поездка на остров а хотите узнать семейные традиции это бонус который у вас остался у нас есть конечно традиция когда наступает вот как раз период который у нас в настоящее время мы всегда любим ходить на нашу речку на красивый иртыш и заниматься рыбалкой вы рыбачка вот на влааме то вам будет порыбачить покажите сюрприз конечно спасибо да я тоже порыбачила вспомнила детства в молодость сергей вы пришли с работы вы заходите домой а я вас встречаю все открывайте дверь привет сережа привет женичка ты пришел а я ждала тебя скучала немного думала о нас работа это без конца и без начала ну вот настал и отдыху наш час нас гости тут петровы пригласили еще а что ты сморщил лоб ну ладно не пойдем вот сюда присаживайся поближе а я вот рядышком сяду мы просто вечер вместе проведем пусть экспромт моих движений не стесняет не томит уберу я напряжение это мой тебе сюрприз ты устал глаза шпали разобью твою я боль может завтра птете вали может просто волейбол сейчас спать должны уже по плану расскажу тебе сказку да про теплые края как с небес летели краски и вставала там заря как там по тропинкам бегал зайчик солнечный такой вот тебе уже и нега спишь сережа дорогой спасибо молодец спасибо вам и выйдите к нам сюда самому уж такой массаж от удовольствия ли он глазки закрыл сомневаюсь татьяна вы одного такого типа кто по гороскопу козерог интересно она скорпион но у нее юпитер в козероге это одна из ведущих планет то есть есть отголосок вот такой силы упрямство мощность да женской понравилось вам евгения не ну это коварство конечно мужчину ручонками вот это вот почему ручонками руками как-то вот ну не позволяли себе этого но она вот такая а она другая я очень волнуюсь это все естественно евгения мне понравилось роза ну за 8 лет сколько у нас больше по моему 10 тысяч историй как бы я уже имею возможность разбираться в женщинах женщина все делала правильно но явно сергей все таки не вы не в ее вкусе потому что вот эти вот даже массаж и все остальное я видела как если мужчина нравится то же самое делается немножко по-другому и она стеснялась разница в возрасте 14 лет нет но потом столько зрителей это называется чур меня чур меня или вы хотите я тут это может что не то говорю женечка про сергей в моем вкусе идемте сюда к нам поближе к сергей встаньте а то вас не видно что то что то не так нет я просто я вот почувствовала что вы наоборот не хотите но не знаете как вот эта вот тема отказаться от этого я правильно вас поняла нет 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 мне сергей понравился очень даже то есть вы готовы туда да мы поговорим потом вместе куда мы готовы свет готов за него бороться готова ну не знаю это ваше дело мне показалось что это вот не ваше но если ваше я только рада нет я наверное просто волновалась я только рада я не знаю почему вам так показалось может вы активнее будете вот видите выскочили же а так вы просидели бы там назад 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 спасибо я понимаю готовность евгении и она приживется единственное что если физически а для сергей это важно несмотря на возраст нравится ему такой физический тип как евгения или нет только в этом все остальное меня и сколько не смущает светлана мне тоже очень понравилось очень очень лариса за тебя поэтому ну тут уже конкретно выбор должен быть в сторону второй комнаты если она даже показалась вам чуточку угловатой это однозначно от смущения она в обычной жизни я уверена абсолютно она более плавная она более мягкая в ней нет вот это какой-то может чуть-чуть резкости которая была насилиса все правильно говорит да здравомысля смотри его взгляд какой он слушает он слушает внимательно значит ему это интересно пока у вас есть время подумать к кому пойдете у нас есть рубрика под названием у нас есть пара давайте посмотрим на пару которых уже сложились а привет привет как ты отлично как ты а это любитель толстушек помнишь как он красивый помните я всегда добрая я на соломе соломы туда не выходим вообще ты не сможешь этого сделать он не только толстушек любит смотри поесть он похоже любит но кастрюль какая больше надо поддерживать борщат они сейчас красота эх слушай прям семья семья вроде съемка недавно была ух ты словачь ага большое захотелось черное крепче а помнишь ты мне вопрос задал ну что ты будешь делать если вдруг в лесу мне стало плохо а я сказала да я тебе на руках в лесу слушай отлично тогда мы снова пойдем в лес но я себе не дам в руках вывести почему кто тебя спрашивает а мне просто не будет плохат так у нас тоже есть Nacha эта заслуга друзья мои я думаю вы посовещали Евгений татьяна я вас слушаю кого вы советуете своему друга я предлагаю со средней и последней девушкой Сергию пообщаться месяца два-три? Нет, нужно только к одной. По буфету гулять у нас не получится. У нас Женя большая ответственность. Сергию отдать хорошие руки. Нормально. Или ту, или то. Нет, уж вы определитесь сразу. Или одну, или другую. А лучше к нам. Мне очень понравилась Светлана. Вторая Светлана. Очень понравилась. Мне и Евгения понравилась. Мне и Светлана первая понравилась. Но с вами вижу Светлану вот вторую девушку. У Евгения нет шансов. Я за Женечку. Убедила она меня. Нравитесь вы ей. Значит, все сделай для того, чтобы вы были счастливы. Я бы хотела, конечно, чтобы он меня выбрал. Мне мужчина понравился. Как звезды. На самом деле я в затруднении, в замешательстве, потому что с точки зрения гороскопа вы могли бы хорошо найти общий язык и со Светланой, и с Евгением. Действительно. Тогда отдайтесь просто мысли о том, кто из этих двух девушек вам больше нравится. В любом случае мы вас поддержим. Куда бы вы ни пошли. Проходите. Даша 35 лет. Ей сейчас просто рожать надо, и чтобы условия все были. Мы пришли за таким женихом. А чего вы нам подсугаете там? Один в шалаше живет, и другой в этом... В шалаше не живет никто. Заворачивается. Выходите, давайте поддержим Сергея. У нас есть пара Сергей и Евгения. Если вы одинокли, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Очень рада за вас. Удачи. Спасибо. Субтитры подогнал Игорь Негода.